На этом уроке мы проведем грамматический разбор аэта вафутихатиссамауфакханатабуаба и небо раскроется, а если точнее небо будет раскрыта и станет вратами. Офутихат аль-вау аль-вау это харфа адфин, союзная частица. Мабниу аля фатхин с неизменяемым окончанием с фатхи на конце. Футихат это фи'люн ма-дун, глагол прощадчивого времени. Мабниун лиль маджхули, глагол страдательного залога. То есть офутихат будет открыта, будет раскрыта. Мабниун аля фатхин с неизменяемым окончанием с постоянной фатха на конце. Ваттау абу кута на конце – это харфу, харфу та на конце – это алямуты та анис, признак женского рода. Харфу мабниу аля суккуни с неизменяемым окончанием суккуном на конце. А если кто-то скажет или спросит, вы говорите, что у него на конце постоянный суккун в то время, как мы видим, на его конце – касру, ведь мы читаем вафоте хатис самау с касры бу кута. На этом мы скажем, что этот харф в основе имеет суккун на конце. А что касается касры, то она появилась в избежание встречи двух суккунов. Ас-самау – это наибуль фааль, это имя замещающее фааль, то есть это имя, которое стало на место действующего лица, заменив его в предложении. Наибуль фааль, то есть имя, которое заменяет собой фааль, тоже, так же как и фааль, так же как и муктада и его хабр, тоже должно быть в состоянии аров, то есть в именительном падеже. Поэтому мы говорим марфуан бель фааль, это имя поставлено глаголом футихад в состоянии аров, признаком его состояния аров является явная лома над его окончанием, то есть над буквой хамза. Здесь следует отметить, что имя ас-сама относится к именам женского рода, несмотря на отсутствие внешних признаков женского рода. Вот почему на конце его глагола мы видим признак женского рода. Хотя в случае с этим словом глагол мог быть и в форме мужского рода, так как это не муаннатан ха-ки-кин, то есть не действительный женский род, а формальный, то есть смысловой. Дальше мы говорим вальфи'лю маауна и бифа'алихи, глагол футихад вместе со суинна и бифа'аль, то есть вместе с именем замещающим фа'аль, все это является джумлатун фи'алитун, глагольным предложением. Маау ту фатун аля жумлатти фатоа'туул афуа'ажи, соединено с предложением таатуул афуа'ажи, поэтому предложение фатихад и ссамал, так же как и предложение таатаул афуа' jard будет фимхали джар, на месте падежя л-джар, так как соединяемое с предыдущим предложением предложение должно быть на месте того же падежя, что и предыдущее, с которым оно соединено. Дальше, фа-канет, абу-аба, фа, аль-фа это харф-атфин, союзная частица, мы уже говорили о ней, поэтому не будем повторяться. Скажем лишь, что это харф-мабни-а-л-сукуни, частица с неизменяемым окончанием, с постоянной фатхи на конце. Ла-махалил-у-хмин-ал-и-раб, нет ему места в падеже. Канет это фа'алин-мады-н-накусун, то есть это недостаточный глагол прощачего времени, который нуждается в исме и в хабаре. Поэтому дальше мы говорим, я-р-фа-ал-исма, я-н-ци-буль-хабара, недостаточный глагол, который ставит исм, то есть свое имя в состоянии ар-роф, и ставит свой хабар, то есть имя, являющееся его хабаром, в состоянии ан-насб. Вот тау-ата на конце этого глагола, аля-мут-ит-танис, это признак женского рода, харф-мабни-а-л-сукуни, то есть харф с неизменяемым окончанием, с укуном на конце. И раз мы сказали про этот глагол, что он недостаточный глагол, фа'алин-накусун, значит мы должны найти его исм и хабар. Васму-кана, а исм глагол-кана это дамирун-мустетрунфи-хи-джавазан, скрытые в нем в допустимой форме местоимения. И это подразумеваемое местомение, это местомение хи, которое возвращается к слову ас-сама, про которое мы сказали, что оно в женском роде. Значит это скрытое подразумеваемое местомение и будет исмом для этого глагола. А что касается его хабара, то это имя абуабан, поэтому мы говорим абуабан это хабар-кана, хабар глагола кана, то есть имя, которое он ставит в состоянии ан-насб, в винительном падеже. Монсубан бульфиали поставлен этим глаголом в состоянии ан-насб. У аля Мутенасбе признаком состояния ан-насб в этом имени является Interior Summit – явная фатха на конце этого имени. Почему состояние ан-насб? Потому что это хабар глагола кана. Почему признаком состояния ан-насб является фатха? Потому что это ломаная, или скажем, разбитая форма множественного числа. А как известно, признаком состояния ан-насб у имен такого вида является фатха. Почему явная произносимая фатха, а не скрытая, подразумеваемая? Потому что нет причины ее скрывать. И в конце мы говорим «вукана», то есть глагол «кана» вместе со своим «исмом» и «вухабаром», то есть именем, которое он ставит в состоянии «ан-насм», все это «джумлатун фи алиятун» — глагольное предложение. «фи махалли джарин» на месте подъезжая «аль-джар». Потому что это предложение «маутуфатун», то есть «вуканат абуаба» является «смаутуфатун аля жумлати» соединено с предыдущим предложением «ва футихатис-самау», который стоит на месте подъезжая «аль-джар». А значит и рассматриваемое нами предложение «факанат абуаба» тоже будет на месте подъезжая «аль-джар», так же как и предыдущее предложение. Аллаху алим. Алхамду лилляхи раббил алимин.